так акрессинг опал до подлокотники у него без фиксации но если бы у него были бы сфиксированы подлокотники с кнопочками он бы и стоил 40 тысяч мульти блок здесь хороший металлическая рама хорошая опора бирали алюминиевый сплав хорошие колесики угол наклона 155 градусов спинки горизонтально кладется сравнение с шарконом это тоже очень хорошее кресло немец объем вмещаемости больше чем у акрессинга она и плотнее она пожестче окрещен окрессинг будет мягче здесь уже идут подлокотники 4d облегченные ну у него кнопочка вперед-назад вот он с помощью кнопочки двигается поворачиваются они тоже без без кнопочки просто усилием также как у акрессинга опал опора у него убирали тут уже алюминиевый сплав идет подороже ну соответственно колесики у него тракторные с тормозами они будут с тормозами вот выглядит вот так большого диаметра хорошие колеса тоже поэтому он стоит 40 тысяч по ткани ткань здесь конечно она у него зернистость помельче у вот так покажу чай говорить вот эта ткань шаркона это ткань опала то есть ну в принципе они по износостойкости они одинаковые еще раз скажем так только шаркон он по объеме объем вестимость у него получше но у него нет в комплекте подушек под голову под поясницу но это можно все отдельно покупать и здесь характерный изгиб в спинке есть то есть спинка имеет такой провальчик то есть это кресло для расслабок для расслабона так называем маленький гамачок в отличие опал у нас имеет классическую прямую спинку если мы сидим за рабочим столом умеем сидеть ровно угол 90 градусов поясницы то это незаменимое кресло если все-таки мы сидим более таком откинувшись назад то лучше тогда шаркончик покупать по надежности они одинаковые что то что в этот металлическая рама все очень надежно все очень крепко проблем с ними еще пока не было ну с окрестними точно не было уже они уже у нас лет пять продаются если мы за этот бренд просто горой самый лучший бренд ну до 40 тысяч вот такое видео надеюсь она вам поможет а у шаркона угол наклона 135 градусов опять же чуть ли он загрублен то есть у опала 155 градусов